Вот новый разворот. С удовольствием начинаем разворачиваться. И, как обычно, по средам в студии работают Елена Овчинникова и Павел Шапкин. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро, Павел Шапкин и Елена Овчинникова в студии. Напоминаем наши телефоны. Напоминайте телефоны, Павел. У вас есть они? Да. Списочно, да. А вы никак можете запомнить? Каждый раз повторяем. Нет, вы знаете, это не самоцельно, мне запомнить телефоны. Ну, кстати, тоже не получается. Номер прямого эфира нашей студии 708-502 и номер для ваших смс 8-909-720-101-0. Мы хотим сказать, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она, на мой взгляд, страшная. И, насколько я понимаю, все-таки у этой страшной истории впереди достаточно благополучный финал. Мы будем надеяться, что он будет благополучным. Поэтому все ваши мысли, чувства и эмоции, ваши знания, ваши проблемы. Вы можете сказать нам по телефону 708-502. Мы будем ждать ваших звонков, потому что я особенно в этот раз уверена, что эмоциональный ряд, которые, те эмоции, которые вы испытаете, когда мы будем говорить о ситуации, наверняка кого-то из вас заставят снять трубку и нам позвонить. Не стесняйтесь, мы будем рады вас услышать. Ну что ж, мы переходим. Переходим к теме. Мы переходим к теме, которую когда-то уже успели затронуть. Да, в понедельник я вам рассказывала, что я начала заниматься этой темой. Начала слушать, смотреть, испытала шок. И вот в этом практически шоковом состоянии я была в эфире в понедельник. Я знаю, что многие, кто слышали, у них была интрига такая, вопрос такой, Лена, а что это такое? И поэтому мы сегодня взялись рассказать эту историю, потому что она достойна внимания, потому что это рассказ о человеческой беде, беде фактически ребёнка. Это рассказ о чёрствости, о либо преступности, либо незнании, либо ошибке. То есть судить не нам, судить нашим радиослушателям. А мы попытаемся рассказать эту историю как можно полнее и объёмнее, да? Для того, чтобы у каждого сложилось своё мнение. Это история Михаила Асташова, который... Мальчишки, мальчика. Ему сейчас 19 лет. 19 лет ему исполнилось. Он живёт в городе Лальск, узкого района Лальск. Да, километров 40, по-моему, такой... Ну, попа такая Кировской области, в общем, далеко. Вот, не самое такое цивилизованное место, не самый мегаполис. Вот. Мальчику было 18 лет. Июль прошлого года, вы все помните, жара. Мальчик пошёл купаться. В день своего рождения, как раз. Да, пошёл купаться, нырнул, ударился. Врачи диагностировали, но не захлебнулся, его вытащили. Врачи диагностировали перелом пятого шейного позвонка. Травма купальщика. Травма купальщика достаточно типичная. Был борт из Кирова, санавиация. Доктор посмотрел, грамотный доктор, опытный, посмотрел и сказал, что пожить ему осталось, ну, самый большой месяц. Ну, а так он даёт две недели. Вот. Но мальчик, несмотря на прогнозы и диагноз, не просто выжил. Видимо, то ли очень такая твёрдая жизненная позиция, то ли сила воли. Может, ещё какие составляющие. Может, Господь его берёт, ангел-хранитель рядом с ним. Но мальчик не только не умер, он выжил. И вот все мытарства, которые с ним происходили дальше, могу сказать, что когда я услышала про эту историю, ребёнок гнил заживо. Для меня эта ситуация была чудовищная, потому что вот когда я сидела, я разговаривала с врачом, я его спросила, вы знаете, вот я, да, я могу не знать, я могу отправить этого человека домой. Где-то думая, что произошло чудо, где-то подозревая, что вдруг ему стало легче. Но те, которые отправили его домой, прекрасно понимали, что те пролежние, то состояние человека. Ребёнка, ребёнка, практически ребёнка. Не может быть ничего лучше. Но эти люди ели, спали, пили. Любили своих жён, детей. А мальчик умирал. Умирал в чудовищном состоянии. Я не врач. И думаю, что описывая всё, что с ним происходило обыкновенным языком, я, наверное, могу допустить где-то и какую-то ошибку. Поэтому мы сегодня... Ой, у нас микрофон упал, мне вынес напряжение. Свалился микрофон от горя. Вечно века железяк она взяла, отпала. Поэтому, дабы не допустить ошибок, не допустить всё-таки некоторого перекоса, потому что мои-то эмоции слишком серьёзные и очень негативные. Ваши эмоции, понятно. Сострадательные. Ну, конечно. Мы пригласили врача. Да, у нас в студии гость Андрей Леонидович Кривокорытов, врач. Да, и мы поясним, почему именно Андрей Леонидович. Доктор Кривокорытов принимал участие в Праймерис. Вот когда проходил Праймерис, на кандидатство в депутаты Государственной Думы, как член партии «Единая Россия», он был на Праймерис. То есть он оказался в Лузе. Как раз в том самом месте. Нет, он оказался в Лузе. А в том самом месте оказалась крёстная мать мальчика, которая встала в зале. И рассказала историю. И сказала. Миша Асташова. Вот слушай, а ты тут всё говоришь. А может, ты реально что-то сделаешь? И доктор Кривокорытов сказал, а давай. И вот, собственно, вот с этого началась новая история мальчика, которая позволяет сказать, что, в общем, вы знаете, появилась надежда, что он будет жить. Пускай уже без ноги, пускай инвалидом, но он будет жить. И будет жить, не доживать, не сгнивая заживо, а нормальным и здоровым, насколько это возможно, при такой инвалидности человеком. Ну что ж, здрасте. Здравствуйте. Андрей Леонидович, мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. Итак, вот этот вот мой рассказ. 9 июля мальчик нырнул, перелом пятого шейного позвонка. И вот до того периода вы приехали в Лузу в августе. Что происходило, что вы увидели? Я видела этот фильм, который был снят, когда вы осматривали ребёнка. Вы знаете, смотреть я это не смогла. Я сказала, что мне надо до конца дня дожить, мне ещё работать, поэтому не буду это смотреть категорически. Что вы увидели, как обстояли дела и всему развитию? И почему вы взяли, вот вы приехали на праймерис, вы приехали, собственно говоря, ну это политическая затея, политическое движение. Вы приехали для того, чтобы, ну люди дали вам какую-то оценку и проголосовали за вас, чтобы вы вот вошли в этот список праймерис, кандидатов в депутаты Госдумы. Почему вы всё оставили эту политику, бросили её и помчались к этому мальчику? Ну кроме того, что врач, что ещё сподвигло? Ведь я так думаю, что в зале, кроме вас, вы не были одним доктором. Там ещё, я думаю, были врачи. Да безусловно, там... А они-то почему не помчались? Я хочу сначала поприветствовать наших радиослушателей, вас, уважаемые коллеги... Здрасте. Да, здрасте в студии. Какие бы вам коллеги? Да. Мне не от медицинского, а не знаю даже. Зато у вас есть в руках микрофон, как и у меня. Вот в этом смысле только. Ну раз уж и по принципу микрофона. Здрасте, коллега. Так вот, действительно, 6 августа в Лузе проходил заключительный этап праймерис. Для меня лично это был особенный этап, потому что в этот день, в том месте, это на площади, в городе Луза, с говорящим названием «Победа» состоялась плановая презентация действенного антикоррупционного средства. И это был финиш вот того праймерис. Я был уже отлично готов, пламенно выступал и буквально зажёг зал. То есть, как мне потом вот рассказывали люди и сама Галина Григорьевна, так получилось, что моя... Галина Григорьевна, это крёстная мать Миша. Да, крёстная мать, да. То есть, реально... Но напомнишь, ой, мы сказали, нет, мальчик это зовут Миша Останцов. Миша Останцов, вот. И это зацепило так публику. В принципе, они поняли, граждане, что им даётся в руки, как они смогут от своих бед избавиться по цене всего лишь заказного почтового уведомления. И она увидела для себя путь. Она поверила мне. Вы понимаете, это было очень хорошо организованное мероприятие, все люди там были не случайные, тем не менее, я вот в этом коллективе нашёл взаимопонимание хотя бы одного человека. Она встала и сказала, действительно, Андрей Леонидович, вы так хорошо правильно тут выступали. Я вот вам лично поверила. А могли бы вы мне помочь вот прямо здесь и сейчас, в судьбе моего крёстного сына? Я говорю, а какого рода помощь? Прямо там, с трибуны. А вот как врача. Правда, это, говорит, не здесь, это надо ехать ещё в Лальск. И я вам расскажу, откуда взялась камера. То есть, камера-то была заготовлена как раз на этап презентации ноу-хау вот этого. То есть, я до того и после камеру с собой не возил. А вот тут она была необходима в плане видеотчёта, что потом представить с ними руководителем. Я был в компании, значит, людей, служивых, которые помогали мне осуществить эту презентацию. И вы с ними туда поехали? Давайте всё-таки будем отходить уже от политики. Когда мы поехали, значит, в этот Лальск, приехав туда, мы увидели обыкновенную избушку деревянную, типовую, значит. Вот там же было ЛПК, поэтому домики все, значит, они не очень хороши. По сути, это одна комната, где всё остальное хозяйство устроено вокруг печки. Я хочу сказать и вам, Елена, и вам, Павел, и радиослушателям, я много чего в жизни повидал, плотно занимаясь гнойной астеологией, травмой, много лет преподавая. Преподавая основы и правила лечения таких тяжёлых проблем. Но то, что я увидел в этой комнате... Насколько я знаю, вы ещё имеете опыт военврача. Доводилось... То есть вам... В разных местах меня сложно, чем удивить. Да, по здравом развышлении испугать и удивить вас, в общем-то, именно как доктора сложно. А тут... В прошлый раз говорили, что некоторые-то, да, вот события, они вызывают слёзы. Это был как раз тот случай, причём слёзы наворачиваются не только у меня на глазах, а и у тех людей, служивых, которые меня сопровождают, молодые крепкие ребята. Что мы увидели? Мы увидели, значит, в комнате диван плюшевый, на котором лежит полумёртвый, очень молодой человек. Ну, ему... Нет, ему уже было 19. 19 лет, да. Ему уже, да, 19 исполнилось только что, кстати, ведь. Да, буквально, ну, август, тут июль, август. Да, в общем, месяц прошёл сегодня рождение, как ему стукнуло 19 лет. Значит, что я увидел? То, что буквально на простыне, которая вот и отделяла плюшевый диван, лежали обнажённые в гнойных налётах кости крестца. Ужасные пролежни вокруг, значит, того места, где спина теряет своё гордое название. У мальчика стояла запущенная трубка просто в таком состоянии, не знаю, на свалке лучше они выглядят. Это дренирующий мочевой пузырь, и по ней тёк густой, тягучий, зелёный, сливкообразный, зловонный гной. Ну, это вместо мочи. Вместо мочи, да. Вместо мочи. А из попы торчали кости. Да, там торчали кости. Вот, значит, у него была жестокая гипостатическая пневмония, то есть половина грудной клетки вовсе не дышала. Температура далеко была за 39 практически. Гемоглобина в нём вообще не было, как мне пояснили родственники. Что-то около 60, а норма? Норма, я думаю, что для его возраста 130-то должна быть. При условии его питания они там не доедают все. В этом населённом пункте. Там у них очень суровое житьё, бытиё. Ну, то есть... То есть, на мой взгляд, опытного врача... Можно сказать, что гемоглобина в нём отсутствовала. На мой взгляд, опытного врача, я, в принципе, это видел... На тот момент ему осталось, видимо, уже... Я видел живой труп. Нет, тут всё гораздо по-другому, понимаете. На мой взгляд, его пару недель должны были уже черви точить глубоко под землёй. Его уже должно, не должно было быть на этом свете. Поверьте, и вот я просто тут, Елена, во вступлении говорила, что это из раздела артефактов, да, по-научному, а в бытовом смысле чудес, так вот я рассматриваю это как чудо. Вы заметьте, кто позвал на помощь-то его крёстная мать. Да. Какая первая мысль была, когда вы его видели? Биологические родители, они просто у них опустились руки. Да, такое бывает. От той истории, что... Нет, меня, допустим, шокировало, когда мама рассказывает, она хихикает, она улыбается. И когда ты не понимаешь, что происходит, вот это удивительно, и когда до тебя наконец доходит, что человек просто находится в состоянии близком прострации, я вот в данном случае судила по себе. Я могу хихикать, я могу веселиться, и только мама мне скажет, Лен, что у тебя случилось? Все будут уверены, что у меня очень хорошее настроение, только мама скажет, Лен, что произошло? Я тоже в стрессе начинаю похохатывать. То есть, от своего такого тяжёлого состояния, вы понимаете, там были три компонента, от чего уходят спинальные пациенты. Это пролежний, это гипостатическая пневмония и уросепсис. И все... Вот у ребёнка был этот букет, каждый из которых может легко человека в гроб уложить, и очень быстро. А причём были в такой стадии, что уже как бы, ну, критичная стадия. И все три вместе, и он продолжал жить. Вы знаете, если бы у него не было высокой температуры, я бы не взялся его транспортировать, потому что раз была температура, значит, он ещё маленько боролся. Значит, боролся, да. Жизнь теплилась в нём. Было принято мною решение. Я видела, родители ворочали его, собственно говоря, как бревна, а у него же был порез тогда, то есть у него же... Или он ещё... Вы понимаете, ведь до последней госпитализации, как мне объяснили, вот там на кадрах есть, это шведская стенка самодельная. Вы понимаете, ребёнок-то по всем вроде бы как канонам, законам должен был далеко, давно уже помереть, а ему что удалось? Ну, как пообещал доктор, мы назовём его фамилию, фамилия Хромушин. Я этого обещания не слышал, но то, что я увидел, понимаете, я говорю, а что же случилось-то? Он стоял у шведской стенки, он сидел в инвалидном кресле. Как быстро, как это... То есть он сам начал подниматься? Да, он, это же год прошёл. Вы понимаете, и при том ему ведь сделали операцию всё-таки в августе месяце, причём по частной инициативе его родственников, они собрали денег, вот пишут мне в письме, 78 тысяч рублей, обратились здесь через добрых людей к великолепному нейрохирургу Мазееву, да? Ему сделана была операция необходимая. Сразу после травмы? Нет, я говорю, в августе. Спустя год. А, подожди, спустя месяц? Спустя, значит, в августе месяц. В августе, да, нет, в июле и в августе, то есть через месяц. Через месяц, через месяц после травмы. Давайте сразу же расскажем о том, что после операции родителям сказали, что мальчик-то мог жить. Мальчик-то сказали, что там не было той тяжёлой ситуации, которую вот описывал, скажем, Хирок Рогачёв. Не было разрыва мозга. Да, разрыва мозга не было, было сдавление, и когда они отодвинули гортани, специалисты сказали, что если бы операция была сделана, ну, в часы после травмы, а не через месяц, то он бы встал на ноги. Ну, то есть к тому моменту просто была уже атрофия мозга. Вы понимаете, чтобы ставить диагнозы, да, надо иметь документацию, либо ввести пациента. Я смотрела интервью в записи с мамой, она сказала, что вот, ну, она, наверное, и тоже говорит обыкновенным человеческим языком, переводя медицинский термин. То есть разрыва не было. Разрыва мозга не было. То есть мальчик мог, да, то есть если бы это всё было сделано сразу же... Не сказать, что у него было бы идеальное здоровье, но он бы был, мало отличался от нас, трёх шагов было бы не заметить, что он какой-то не такой. Андрей Леонидович, ну вот когда вы зашли в этот дом, о чём вы в первую очередь подумали, когда увидели этого мальчика? Я просто спросил, а почему он находится вот здесь-то, в этом жилище? Я ни о чём подумать не мог другому, я просто спросил, какова причина? Иногда, понимаете, вот за долгую практику, иной раз тяжёлых пациентов забирает родственники. Мы не можем насильно удерживать, поймите, что я могу подумать. И вам объяснили, что просто из больницы его выписали уже домой. Я-то думал, может быть, него забрали по каким-то своим соображениям. Часто бывают разные соображения у людей, понимаете, забрать умирающего человека к себе домой, чтобы он последние дни часа... Ну, как обычно говорят, да, пускай среди нас, пускай в привычной обстановке рядом с нами. В этом ведь нет ничего плохого, есть, скажем, какие-то религиозные взгляды, есть, скажем, воспитание, есть традиции семьи. И потом, когда человек дома, его забирает, он уверен, что с ним лучше. У него наступает облегчение. Редкие думают, что его забирают домой именно умирать. Так бывает с онкологическими больными часто. Вот, поэтому я и спросил, почему он здесь находится, вот у вас здесь сейчас. Кто проявил инициативу? Для меня пояснили, какая инициатива? Вот в этот период тоже был жаркий в это лето. То есть вот у него самые катастрофические изменения возникли в эту жиру. То есть его отправили вполне благополучно на очередной этап госпитализации. Каждую госпитализацию родные выбивали с боем, обычно припугивая персонал больницы прокуратурой. Да, мама сама говорит, что мы пугали прокуратурой, пугали, чтобы мальчика положили в больницу. Вот, с боем, значит, его туда устраивали. И в последнюю госпитализацию, опять же, со слов Светланы Зосимовны, это мама мальчика, биологическая мать, она сказала, что просто когда вернули ребенка в стуковом состоянии, то комментарий устный был такой. Ваш, говорит, сынок, говорит, скажем так, не свернул себе шею год назад, так пусть сейчас в нее заживы здесь. И все, и точка. И вот к моему приезду он находился более месяца. Ну все, давайте вот на этих чудовищных словах, давайте на этих чудовищных словах будем собираться потихонечку на рекламу. Да, нужно на рекламу, но самое главное, оставайтесь с нами, скоро мы свяжемся с родственниками Михаила. Реклама будет коротенькой, мы продолжим историю, мы будем связываться практически со всеми участниками этих событий, в том числе с медицинскими работниками. Не отключайтесь, мы рядом. Идем на рекламу. Развернитесь, пожалуйста. Это дневной разворот, мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Андрей Леонидович. Нет, сегодня наша тема. Михаил Асташов, 19-летний мальчик из Лузского района, из Лальска. Лальск? Лальск. Год назад, вернее в июле, 9 июля прошлого года, мальчик нырнул, был диагностирован перелом пятого шейного позвонка. Врачи, в том числе, значит, врач, приехавший из санавиации, сказал, что мальчику осталось жить максимально две недели. Но, как выяснилось впоследствии, когда родители, родственники собрали деньги на операцию, и была сделана в августе, через месяц, больше, чем через месяц, была сделана операция, врачи сказали родителям, что если бы он был прооперирован вовремя, то он бы уже ходил. Не было разрыла спинного мозга, ребенок мог бы жить. Из Лузской ЦРБ парня отправили домой, где он фактически гнил заживо, потому что были гигантские пролежни. К сожалению, радио не дает возможности передать картинку того, что видела я, того, что видел доктор Андрей Кривокорытов, который находится у нас в студии. Могу сказать, что это чудовищно, не приведи Господь, такого, на наш взгляд, в современной жизни быть не может. Гниющий заживый человек, когда вместо мочи течет гной, когда из гниющей попы торчат кости, когда в ноге дыра из этой дыры тоже торчит кость. Я видела это своими глазами, это не дай бог никому. Андрей Леонидович, мы остановились на том, что вот вы приехали, все это увидели, и я видела эту запись, и вы сказали, я тебя доставлю. Куда вы отправили ребенка, что с ним происходило? Ну, проявив некоторую настойчивость, в общем, получилось у нас подготовить его к транспортировке, там путь не близкий, дороги отвратительные. Ну, вы еще говорили, что он мог и не выжить и по дороге. То есть, санавиация при консультации со специалистами, значит, была сразу отметена, потому что он не мог, скорее всего, не пережил бы подъем и спуск на вертолете. А сколько времени заняло принятие решения о том, что вы транспортируете? Решение принято было сразу. Сразу же? Вопрос о подготовке. Через сколько вы его транспортировали в Киров? То есть, за какое время вот решили? Нет, решили-то мы сразу, мы готовили его около двух недель. Около двух недель? Около двух недель, да, чтобы он хотя бы был транспортабельным. То есть, две недели еще парень боролся? Да почему? Там уже было назначено решение, уже, значит, подключились же здесь руководство департамента здравоохранения. Это же не просто так все делается. То есть, туда были направлены необходимые медикаменты. Родственники впервые перестали платить за перевязочный материал. Да, они еще платили. Впервые перестали платить в этот момент. Ребенка подготовили и поместили сюда. Здесь он попал в травм больницу в областную. А давайте мы не будем лукавить, что все было так благополучно. Я слышала, что когда его привезли, а вы в это время были уже далеко от города, вам позвонили и сказали, что его не берут. Это было? Такой момент был. И вам пришлось возвращаться, мотая сотни километров обратно и все-таки заниматься устройством парня? Ну, так или иначе, он оказался там, где должен быть. Как рядоктора судим по конечному результату. Он попал в травматологию в областную. Я не сильно, скажу вам честно, Елена, напрягался с выбором методов. Мне важен был результат. Я его достиг. Да, я слышала, как грозно и страшно это выглядело. Так, я что дальше-то хочу сказать? Одну секундочку, я вас прерву, потому что у нас сейчас на связи как раз Светлана Зосимовна Сташова, мама этого мальчика. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Светлана Зосимовна. Мы уже полчаса говорим о вашем сыне, о ситуации, которая вот с ним случилась чудовищно. А расскажите немножко о своем ребенке. Ведь он у вас последний, по-моему, да? Заскребыш любимый, как говорят. Хороший мальчик, говорят, очень... Вот вообще хороший мальчик. Хороший. Он учился хорошо? Нормально. Не плачьте, пожалуйста. Расскажите нам немножко про сына. Ну, какой он веселый был, компанейский. Елена, чего был-то? Он есть. Он есть? Я ведь, нет, я не имею в виду, что это окончательно и бесповоротно. Я говорю о детстве ребенка. О детстве. О том только то, что вот мама знает. Мальчишка вообще заводной был. Все ребята с ним были. Так. Тянулись все ребята к нему. Ой. А девчонка у него была подружка? Да у них тут девчонок-то такая вот, как единственная неповторимая, так вроде нет. Но они тут куча, все ходили в любой. Дети же еще... Девчонки-то и сейчас его навещают нормально. Вот отношения-то хорошие. Ребята у него, друзья хорошие очень. А скажите, пожалуйста, были у него планы какие-то пойти учиться, что-то еще, что поломало в его жизни вот эта трагедия? Он же учился в этом, в автодорожном техникуме, последний курс остался у него. Ух ты. Ну, я думаю, что... Нет, я не знаю, что восстановят, не восстановят. Там же требуется специфическое здоровье в автодорожном. Простите, пожалуйста, мы слышим, что вам очень тяжело с нами разговаривать. Ну, спасибо. Во-первых, ну, самое главное, что мы вам желаем. Слушайте, держитесь, держитесь изо всех сил. Андрей Леонидович вмешался. Я знаю, что подключился департамент здравоохранения. Мы постараемся сделать так, чтобы все люди, у кого есть сердце, как-то влились в вашу ситуацию для того, чтобы вам помочь. Мы будем молиться за вас. Оставайтесь... Спасибо. Тех поблагодарить, кто действительно помог. Андрей Леонидович, он вообще золотой человек. Дай бог ему здоровья. Ясно. Не он бы так, не знаю, уже давно на том свете. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Мы напоминаем, что у нас на связи была Светлана Зосимовна Асташова. Это мама Миши, мальчика, про которого мы говорим. Ну, было понятно, что мама будет плакать. Единственное, что теперь может делать эта женщина, она может плакать и от бессилия, и от жалости к своему собственному сыну. Поэтому мы сейчас попытаемся связаться с женщиной, которая... С крестной. Да, с крестной. С крестной мамой. Это Галина Григорьевна Пластинина. Сейчас редакторы до нее дозваниваются. И мы попробуем узнать историю уже от крестной мамы, которая, я не скажу, что не так сострадает, но, видимо, женщина покрепче и посильнее. Но пока давайте продолжим. Мы остановились... Я вообще не знаю, как мать в этом... Когда ребенок умирает на глазах... Когда ребенок умер, это... Это невозможно. Это чудовищно. А когда умирает на глазах, это как? Целый год. Целый год. Ужас. Не время и расспорчить. Ну, что ж, я думаю, продолжим. Да, давайте продолжим. Я начну с чего. Светлана Анастасимовна тут сказала, что про меня, что я там золотой и такой. Да ничего-то не бывало. Я просто некоторую сноровку провел в организации этого процесса. Вот кого бы следовало поблагодарить реально, так это его лечащего врача, великолепного комбусиолога Кутявина Андрея Васильевича. Операционный сестер Шевелева Любовь Владимировна. Это люди, которые работают в областной травме. В областной травме. Перевязочную медсестру Естафию Татьяну Михайловну. Вот на этих женских хрупких плечах, понимаете, и выносится тяжесть ухода за такими пациентами. Понятно. А у нас сейчас уже, смотрите, вы... Захарину Ларису и еще одного человека, который ведрами переливал в него компоненты препараты крови, антибиотики, резерва. Это Глушкову Галину Леонидовну. А также санитарочек. Вы понимаете, эти люди незаметны, но именно эти люди, они вот выносят на своих плечах всю тяжесть борьбы за жизни этих людей. Ну, не каждому, да, но... Они там работают, это подвижники, поверьте, и они, что хочу сказать-то, они совершают каждый день, не только в этом случае, трудовой подвиг. А сейчас нам удалось дозвониться... Подвиг не самый веселый, самый скорбный, потому что он связан, ведь он сопряжен с огромной болью, с утратами, в том числе, и частей тела, как это не чудовищно бы звучало. Да уж, эти люди за такие деньги работают, что... Хорошо, вы поблагодарили всех людей, а теперь у нас на связи... У нас на связи Галина Пластинина, крёстная мама Михаила, которая и... Собственно говоря, и... Донесла вот эту проблему до Андрея Леонидовича. Нашла себе силы встать и сказать, доктор Кривокорытов, а может, вы поможете? Вот, собственно, с неё и началась новая история Михаила. Галина Григорьевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас слышать. Расскажите, пожалуйста... Ваше видение этой истории, вот, что были врачи, как врачи... Может быть, какие-то подробности, которые мы не знаем, которые нужно знать, которые нужно услышать. Ну, мы знаем, что Миша дивный, светловолосый мальчик, учился хорошо, был любимым друзьями и всеми, что он в семье, по-моему, заскрёбш, да, последний, как у нас говорят, самый любимый, самый такой для родителей. Что эта трагедия для вас стала? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, прежде чем рассказать о трагедии, мне бы хотелось сказать несколько слов. Вот, просто, как бы, сначала не о врачах, а большое спасибо Андрею Леонидовичу Кривокорытову, которого нам послал, мы считаем, сам Бог, потому что у Миши были уже считанные дни, и неизвестно, мы, жил бы он сейчас или нет. А говорить о врачах нашей лузской центральной больницы, надо сказать, что отношения к нам, к пациентам, скажем, такое халатное. Мы понимаем, что мала зарплата, но пациенты не должны страдать, и когда мы верим им, и они к нам относятся, скажем, наплевательски, вот это, наверное, самое тяжёлое для нас, для пациентов. Вы знаете, когда люди узнают, сколько получая я, мне всё-таки, слушайте, это надо за такие деньги? Это было лирическое отступление? Да. Хорошо. Вот по отношению непосредственно к Михаилу, не к жителям, а непосредственно к Михаилу, какими были врачи? Я знаю, что вы... Какими были врачи? Вот, допустим, после того, как... Вы говорили, вот обратимся в прокуратуру, и тогда мальчики удавалось госпитализировать. После того, как мы, значит, когда мы просто разговаривали и говорили, вот, допустим, первый был врач лечащей, когда всё это случилось, Рогачев Пётр Васильевич, и когда он к нам пришёл в палату буквально дней через 10, и он сказал, что можете ехать домой, когда мы сказали, что мы не поедем домой, он сказал, вам какая разница, где умирать, здесь или дома, дома вам будет легче умирать. Конечно, были у нас слёзы. Дальше мы пошли к главному врачу, Симушиной Ирине Валентиновне, и с ней стали разговаривать, что мы просим направить нашего Мишу в Киров, на что нам было сказано, что по тому, как говорит, по заключению у врачей, что всё, что я могу для вас сделать, это дать скорую помощь и завести до дому Мишу. И там лежите, потому что считанные у него остались минуты. Вот, спасибо, Аймолит. Вот, спасибо, Аймолит. А они вообще палец-то, палец стуканули для того, чтобы хотя бы попытаться? Нет, они ничего не стуканули. Ну, вы сказали, он пришёл на 10-й день. Да. Потрясающая история. Они, собственно говоря, там, ну, вливали что-то, там, какие-то капельницы делали, а потом мы лежали уже, когда мы стали искать врачей в Кирове, нашли Мазеева Сергея Сергеевича, на него вышли, и когда вот всё у нас закрутилось, мы стали сами там и на консультацию в Киров ездили, увозили снимочки, всё, мы всё. И когда мы стали просить, что нам теперь надо его как-то в Киров отправлять, они ещё нам ставили преграды, что как хотите, так и везите. И мы как бы тут уже влежали даже без лечения последние, там, ну, уже месяц-полтора мы лежали, вообще они нас ничем даже не лечили. Ой-ёй-ёй-ёй, погодите, 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 погодите. А эти, вот, это люди носят звание врача? Я, я, этого не может быть. Вот у меня вопрос... Хорошо, ты сам ничего не можешь сделать, так ты хоть не мешай. Ведь машину-то даёшь, не из своего собственного кармана платишь, да? Это, так не бывает. Нет, вы понимаете, даже вот у нас так поставлено, что даже когда в декабре мы обратились, что просто нам на стационар надо мальчика привезти и всё. Пока я не сказала, что я обращусь в прокуратуру, они не дали и мне место в больнице, а скорую тем более, мы отвозили его на своей машине. Андрей Леонидович, у меня вот вопрос. А это... Я помолчу, потому что у меня цензурных слов нет. Лен, держитесь. Это халатность или это некомпетентность? Вот дайте свою оценку. Да это не то, не то, не то. Мне кажется, я не знаю, мне кажется, здесь, скажем, наверное, на привательское отношение. Нет, это... Нет, ну, нет, человек... Безразличие, безразличие, наверное, вот к этому вот, скажем... Я разговаривала о вашей ситуации, вот разговаривала с людьми, мне сказали, ну, врачи же, вот они замыливаются. Слушай, если ты замылился, иди домой, сиди дома, повесь у себя над кроватью, напиши вот то, что они сказали, дома умирать легче. Я вот думаю, ладно, ладно, мегаполис... И сиди себе тихонько, не это самое. Ладно, мегаполис, а здесь-то маленькие городёнка, все друг друга знают. Как так? Можно я вмешать? Можно вмешать. Я расскажу. Здравствуйте, Галина Григорьевна. Да, здравствуйте. Я перед тем, как рассказать, скажу вам следующее. Я вчера, буквально накануне нашего сегодняшнего эфира, встречался не с кем-нибудь, а с зампредседателя правительства Кировской области, Матвеевым Дмитрием Александровичем. То есть он имеет полную картину теперь, вот, происходящего с нашим уже теперь этим ребенком. А давайте начнём с того, с профессиональный врач и зампредседателя правительства, когда увидел съёмки, которые вот я тоже, от которых я пришла... Что он сказал, первые его слова были? Он сказал, так не бывает. Ну, вы знаете, человек был растроган. Он не лишён нормального восприятия жизни, и он сказал, что правительству Кировской области... Галина Григорьевна, вы слышите меня, да? Да, я слушаю, да, я слушаю. Предпримет. Всё возможное, чтобы поместить этого нашего Михаила в то лечебное учреждение, которое способно вернуть ему жизнь. И попросил меня подумать над тем, в какое учреждение было бы удобно. Так вот, я в прямом эфире обращаюсь. Может быть, сейчас я знаю, что Дмитрий Александрович едет в Орлов, поэтому не смог к нам присоединиться. Так вот, если он меня слышит... Пока не смог. Так я ему прямо в прямом эфире могу сказать, что учреждение-то, в принципе, у нас одно из реальных, это военный госпиталь Бурденг. Я соответствующие бумаги отправлю и перешлю, значит, вот, зампредседателю правительства. Но вот отношение этого руководителя, я хочу сказать, впервые за многие годы, да, меня порадовало, вот как просто гражданина, как человека. То есть, меня приняли, внимательно выслушали и сказали, что окажут всяческую помощь. Ужаснулись от ситуации. Да. Хотелось бы это почерпнуть. Теперь, значит, по делу-то. То есть, что такое Луза? Нет, подождите, подождите. Почему у них такое отношение? Маленькие, вы сказали, городишко, а вроде бы все друг друга знают. Так вот, Луза – это остров, по факту. Когда там идет, допустим, становление льда на Северной Двине, либо ледоход, когда снимаются мосты со стороны Обьячево и СКОМИ СССР, это котел, где работают какие-то другие законы, а не те, которые прописаны во всех кодексах, да, мыслимых и немыслимых. Да, я согласна. Вы согласны со мной, Галина Григорьевна? Да, я согласна. Отсюда рука руку моет, отсюда вот это, скажем, сакральный смысл, да, презентации моей антикоррупционного средства, она состоялась не случайно именно в Лузе, в том месте, где могло бы помочь. Понятно, ребят, вы знаете, что бы это ни было, остров, анклав, полуостров, а в каком бы удалении он ни находился, люди должны оставаться людьми. Люди должны оставаться людьми, Лена, я с вами абсолютно согласен. Сейчас мы вынуждены, да, у нас новости, в студии Ольга Борезина сейчас расскажет о самом последнем и интересном. А мы напоминаем, что у нас на связи сейчас была крестная мать Михаила Асташова, Галина Пластинина, человек, который инициировал начало новой, другой жизни мальчика, которая, в принципе, по просьбе которой, вот, мальчик фактически не умер, и есть надежда, что он останется жив. Уходим на новости. Развернитесь, пожалуйста.